Привет! С вами Краткая История. Серии пошаговых стратегий цивилизация Сида Майера скоро стухнет 30 лет. За это время её суть не претерпела никаких изменений. Игрок в качестве единоличного бессмертного лидера проводит свой народ от времён каменных орудий до эпохи космических полётов и нанотехнологий. При этом, согласно последним отчётам, абонемент на Civilization 4 с дополнениями был безусловным лидером продаж в Стиме аж две недели подряд. По 30 мая, что в принципе является рекордом для любой игры, а для стратегии и подавно. В чём секрет такой феноменальной популярности цивилизации? Почему выход каждой новой части становится настоящим событием? И откуда вообще взялась эта игра в бога? Об этом и о многом другом мы расскажем вам сегодня. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! 1990 год. Как появилась цивилизация? История появления цивилизации неразрывно связана с именем Сида Майера, гейм-дизайнера компании Microprose. Казалось бы, у этого человека было всё – жена, ребёнок, прекрасный дом и работа мечты. Сид по просьбе своего начальника продолжал поставленный на поток выпуск лётных симуляторов. Не хватало одного – воплощения своей детской мечты об игре, которая воплотила в себе элементы любимых настолок – любовь к путешествиям и немножечко всевластия. Несмотря на сильное сопротивление внутри компании, Майер фактически стал самостоятельным подрядчиком и рискнул всем. Результат был ошеломляющим. Сида удалось выделить, сконцентрировать и перевести в код принципы развития человечества, уместив их в трёхмегабайтную игру. За эту заслугу многие критики считают Сида Майера одним из величайших разработчиков программ в истории. Что же такое вообще эта цивилизация? В двух словах, это пошаговая историческая стратегия, в которой игрок в одиночку управляет развитием цивилизации на протяжении тысячелетий. На деле же это бесконечно вариативный симулятор человека, который кажется невероятно точным и при этом показывает, как мог развиваться мир, если бы ход истории немного изменился. Любая мелочь, неурожай или оставленный без должного внимания религиозный фанатик меняет всю историю человечества под управлением игрока. Вариативность каждой части игры не просто легендарна, у неё даже есть своё собственное название – феномен ещё одного хода. Всегда есть что-то, что скоро произойдёт. Будет готов новый юнит, здание, основан город или открыта какая-то технология. 1991 год. Выход первой цивилизации. Первая цивилизация появилась 29 лет назад. Игра работала под ДОС и занимала всего-навсего 3 мегабайта дискового пространства. При этом здесь было аж 14 наций, не все из которых, правда, доживали даже до начала нашей эры. Уровней сложности в игре 6. Вождь, рыцарь, принц, царь, император и божество. Чем сложнее, тем быстрее будут развиваться те цивилизации, которыми управляет компьютер. Забавно, что на самом сложном уровне конечным годом развития человеческого общества является 2020. А может быть Сидмайер что-то знал? 1996 год. Выход цивилизации 2. Через 5 лет вышла вторая часть цивилизации. За 5 лет технологии шагнули вперед, что позволило значительно улучшить игру. Карта из плоской стала изометрической, исчезло техническое ограничение в 16 цветов, а самих цивилизаций стало гораздо больше. Помимо технологий изменилось и наполнение игры. Появилось сразу несколько сценариев развития нации. Но главное, сами геймеры могли писать моды, или, говоря простым языком, дополнение, меняющие часть или даже всю текстуру игры. Таким образом, в цивилизации, уже не волей разработчика, а благодаря фантазии людей, могли появляться новые объекты, меняющие все прохождение. Кстати, такая возможность была сохранена и для всех следующих частей. 2001 год. Золотой век цивилизации 3. Третья часть цивилизации тоже не заставила себя долго ждать. Ее назвали «золотым веком игры», во многом благодаря целому ряду нововведений. Во-первых, разработчики предлагали сосредоточиться не только на войне, но и на культуре империи. Теперь соседние города других государств могли перейти под влияние игрока просто потому, что тот оказывался более развитым. Вторым важным новшеством стало деление ресурсов на стратегические, необходимые для развития, и те, что делают граждан счастливее. Кстати, отсутствие последних вполне могло привести к бунту и разрушить даже самое мощное с военной точки зрения государство. А к традиционным способам победы, первенству в космической гонке и военному устранению конкурентов, прибавилась возможность набрать самое большое количество культурных очков или построить великое чудо света — ООН. 2005. Триумф многопользовательской цивилизации 4. В 2005 году вышла четвертая часть легендарной к тому моменту цивилизации. К тому моменту официально было продано более 6 миллионов копий разных частей игры, а число пиратских и вовсе не поддавалось подсчетам. Разработчики FireAxis Games добавили стратегии возможностей. Самое главное изменение — игра, наконец, стала многопользовательской. Хотя первые попытки ввести такой режим были сделаны еще в одном из дополнений к третьей части, они оказались провальными из-за крайне неудобного интерфейса и не были приняты игроками. В отличие от четвертой цивилизации, где идея мультиплеера, наконец-то, воплотилась должным образом. Еще игра стала трехмерной, а интерфейс — анимированным. Буквально все на гигантской карте обрело жизнь. Мельницы закрутились, человечки забегали, самолётики начали летать. Кроме того, у игрока появилась возможность задать начальную эпоху не с каменного века, а с любого исторического периода. Но главное даже не это. Невероятно усложнилась система управления государством. Помимо типа правления, игрок мог выбирать законодательство и трудовой кодекс, экономическую модель и даже вероисповедание. Кстати, каждая из указанных вариаций, в свою очередь, делилась на пять ответвлений. Можно с легкостью подсчитать, что количество различных вариантов внутреннего устройства страны выросло до трех тысяч вариантов. Неудивительно, что после выхода двух аддонов — Civilization for Warlords в 2006 году и Civilization for Beyond the Swat в 2007, сайт IGN поставил Civilization for на третье место в ряду 25 лучших PC-игр всех времён и народов. 2010. Упрощение в Цивилизации 5 Пожалуй, пятую цивилизацию можно считать неким упрощением. Из неё исчезли две важные для предыдущих частей составляющие — религия, впрочем, её вернули в одном из дополнений, и различные политические системы, сменившиеся культурной политикой. Теперь за каждый ход игрок мог получать культурные очки, за которые и выбирал направление движения государства. Кому-то такая система показалась более удобной, а кому-то слишком примитивной. А как считаете вы, пошло ли такое изменение на пользу? Показатель счастья впервые стал общим для всех ваших имеющихся городов, а ещё исчезли природные катастрофы, налоговая система и шпионаж, впрочем, также возвращённый в одном из дополнений. Зато ресурсы стали небесконечными, и воевать теперь приходилось не только за города, но и за железные шахты и урановые месторождения. 2014 год. Civilization Beyond Earth. Не совсем понятно, считать ли продолжение цивилизации Civilization Beyond Earth самостоятельной частью или ответвлением в серии. С одной стороны, это нечто принципиально новое, с другой, номерного знака это детище Firaxis не имеет и довольно серьёзно отличается от классических игр. Во-первых, действие этой части переносит пользователя в далёкий космос. Здесь нет привычного дерева технологий, заданного списка исторических личностей или наций. Нет привычных вариантов выигрыша. Эта часть повествует о мире, который оправился после Великой Катастрофы. Игра настолько не похожа на всё виденное в серии раньше, что у критиков и игрового сообщества получила принципиально разные оценки. Очень высокие в первом случае и рекордно низкие во втором. 2016. Возвращение к истокам в Цивилизации 6. Затем разработчики Цивилизации 6 всё-таки решили вернуться к корням. Можно сказать, что в этой части были сконцентрированы лучшие моменты игр серии. Шпионаж, туризм и развитие религии. А ещё шестую часть постарались наполнить многочисленными внезапными событиями, чтобы игроку приходилось действовать не по заранее прописанному сценарию, а ориентироваться по ситуации. Методы захвата мира культурными достижениями, религиозными проповедями или огнём и мечом теперь зависят от выбора нации. Например, греки сильной политикой. Россия, Аравия и Испания тверды в своей вере. Римляне умело строят поселения и дороги. А Франция берёт, если не культурой, то шпионажем. А ещё невероятно усложнились строительства городов. Теперь игрокам приходится размечать районы с тем условием, что библиотеку можно воткнуть только в кампус, мастерскую и фабрику в промзону, а казарму не построить без военного лагеря. Кроме того, чудеса света тоже капризничают. Одно можно построить только у горы, а другое исключительно на реке. Дипломатия и даже ведение войны тоже непросты. Напав на соседа, внезапно получаешь штраф с падением производства и настроения во всех городах. Зато обоснованная агрессия обходится дешевле. Скажем, можно использовать разницу в религиях или спор за колонию. Всё зависит только от фантазии игрока. Контента здесь на многие сотни часов, поэтому неудивительно, что шестая часть цивилизации пользуется бешеной популярностью до сих пор. Игра в ряде изданий была названа лучшей стратегией 2016 года, а её средний балл на метакритике — 94 из 100 возможных. Но гораздо важнее другой показатель — игра продолжает жить и развиваться до сих пор. Например, в середине мая этого года авторы представили крупное дополнение этого сезона — Maya and Grand Columbia Pack с империей народа Майя. Кстати, это ещё не всё. Игроков ждёт ещё пять апгрейдов, которые будут выходить каждые два месяца. Каждая привнесёт в игру новые цивилизации, лидеров, режимы и чудеса. Безусловно, мы не смогли бы охватить в одном выпуске все аддоны и ответвления легендарной цивилизации, поэтому ограничились лишь главными играми, имеющими номер. Поэтому о своей любимой части или дополнении мы просим вас рассказать в комментариях. А ещё немного пофантазировать на тему, что было бы, окажись в ваших руках, подобная власть в реале. С вами, как всегда, была «Краткая история». До новых встреч!